Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США, бывший посол США в Украине, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, господин посол. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот в сюжете американского телеканала, фрагменты которого мы только что показали, военные на учениях демонстрируют готовность защищать страны НАТО и при необходимости зайти даже на территорию Украины. Как по-вашему, это легенда учений, которая может стать реальностью? Ну, это учение, это очень серьезное дело. И это сделано, чтобы показать особо Кремле, что НАТО может защищать свои восточные телены. И поэтому приезд этой дивизии, 101-я дивизия, учения там с этой дивизии показывают нашу готовность сильно защищать Румынию. А вот насколько, по вашему мнению, поменялось и еще поменяется НАТО и его устои? Вот, но столько вызовов, мне кажется, еще не стояло перед альянсом. И какие вызовы это, на ваш взгляд? Ну, мы знаем, что претензии Путина не кончатся на западной границе Украины. Он собирается оказать сильное влияние по всей территории бывшего Советского Союза. И, конечно, эта территория включает три члена НАТО. И он тоже готов, Путин я имею в виду, оказать влияние тоже на страны бывшего Варшавского договора. И здесь еще много членов НАТО. Поэтому НАТО должна быть готова защищать свои восточные члены. И опять, присутствие этой воздушной дивизии в Румынии, это сигнал Кремля о нашей готовности защищать опять Румынию и соседей Румынии. А вот скандал с так называемой грязной бомбой, которую развивает Москва. А что стоит за этим заявлением? Вот Шойгу обзванивает министром обороны. Чего добиваются кремлевские власти? Ну, это провокация. Но пока мы не знаем до какой степени это провокация. Может быть, они только хотят нажимать на Украину и вообще на НАТО. Или, может быть, это шаг до употребления такой бомбы в Москве. Я думаю, что, наверное, первый вариант – это то, что есть. Но мы его видим. И мы должны привыкаться, быть готовы ко всякому феномену. Провокация с какой целью? Вот силой усадить за стол переговоров? Угрозами? Шантажом? Ну, мы знаем, что вторжение Путина в Украину не ползет успехами. Наоборот. И Путин хочет испугать Запада, прекратить свою военную помощь Украине и нажимать Украину, сидеть за столом переговоров, чтобы сдать какую-то часть украинской территории Кремля. Это, на мой взгляд, цель Путина в данный момент. Потому что он не может достичь своей цели военным путем. Но если НАТО, и особенно Вашингтон, разбираются в этой стратегии и противостоят этому стремлению, то я уверен, что это тоже не ползится успехами. Украина требует соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума. Он предусматривает необходимость реагирования государств-гарантов на угрозы с использованием ядерного оружия в отношении Украины. Как будут развиваться события? Что скажут Великобритания, США, как гаранты меморандума? Ну, мы знаем, что речь идет не о гарантии, я имею в виду в этом меморандуме, но о заверении. И можно сказать, что несмотря на все недостатки Будапештского-Миринландова, и, на мой взгляд, они большие, эти недостатки, Вашингтон и тоже Лондон в ответ на российскую агрессию в Украине делают много в поддержку Украины. Мы посылаем оружие, мы посылаем экономическую помощь, мы обложили санкции силы на Россию, и это много. Но, как вы знаете, я сам выступаю за большую поддержку. Но наша поддержка – это что-то. Вот сразу две крупные международные конференции проходят на этой неделе, и одна из них – это Крымская платформа. Речь идет и о Крыме, и о недавно проведенных России псевдореферендумах на временно оккупированных территориях. Каким может стать итог этой встречи, по Вашему мнению? Ну, я участвовал в первой сессии платформы Крыма, и та сессия была, ползовала с большими успехами. Я думаю, что эта сессия подчеркивает факт, что Крым – это принадлежит к Украине, что российская партия там нелегальна и не держится, я имею в виду, навсегда, и что наступит день, когда Крым возвращается к контролю Киева. Ну, вот еще в Берлине началась экономическая конференция, и на ней представят план маршала для Украины. Насколько США и Европа готовы участвовать в восстановлении Украины? И понятно, что делать это нужно уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Ну, на мой взгляд, есть здесь два главных вопроса. Первый вопрос – это экономическая помощь Украине сейчас, во время Кремлевской войны. Потому что мы знаем, что особо новое вторжение Путина принесло грамматный вред украинской экономии, а национальный волевой продукт падает на 30 или 35 процентов в результате этого вторжения. И Украине нужна сейчас громадная экономическая помощь. И это мы все понимаем. Но второй вопрос – это как раз восстановление экономии, восстановление общества украинского. И тот вопрос касается деятельности не только Украины, но и западных стран после украинской победы в этой войне. И сейчас сегодняшняя конференция в Берлине касается этого второго вопроса. И мы должны готовиться к этому дню. Но сначала Украина должна победиться. И мы должны посылать все нужное Украине оружие. И тоже всю нужную Украине экономическую помощь. Сегодня назначен новый премьер Британии Риши Сунак. Как вы прокомментируете его назначение? Продолжит ли Британия поддерживать Украину, по вашему мнению? Я не ожидаю изменения в британской поддержке для Украины. Но я должен заметить, что новый премьер стал примером, потому что его предшественник вызвал ход с небольшой, но может быть больше, чем небольшой, экономический кризис. И все сейчас в Британии, или многие сейчас в Британии, заботятся о дефиците в государственном бюджете. И такая забота может убедить новые премьеры снижать до какой-то степени помощь для Украины, также для других стран. Но это одна возможность. И даже если так, то сокращение будет больше. Вот почему Борис Джонсон, как вы считаете, отказался участвовать в гонке? Есть данные, что он сосредоточится на укреплении поддержки США для Украины. Об этом пишет, в частности, Financial Times, ссылаясь на союзников и друзей Джонсона. Ну, Джонсон довольно спорный политик в Британии. И, наверное, он пришел к выводу, что было бы трудно ему еще раз хоть сейчас стать премьером. Поэтому он решил не соревноваться в этом вопросе. Вот почему, на мой взгляд, он не стал кандидатом на пост сейчас. Если он работает над проблемой поставок помощи Украине, то это очень хорошее дело. И, безусловно, на мой взгляд, он прекрасно разбирался в угрозе со стороны Кремля и прекрасно разбирался в нужде Англии помочь Украине. Господин посол, спасибо огромное за ваши комментарии, за интересную беседу. Я напомню, что Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США, бывший посол США в Украине, был с нами на связи.